Продолжение следует... Здесь идет про уравнение с локализованной правой частью. Здесь H это символ оператора, который стоит в первой части уравнения, а в правой части пропущена неизвестная функция, оператор поднимается к неизвестной функции, а в правой части стоит известная функция, которая локализована в окрестности точки С, в серверной точке. То есть оператор почему-то применяется? И для решения такого рода задач есть практически алгоритм. Написано в статье о Нидерном Доброхотове в обозаительных материалах. И алгоритм заключается в следующем. Надо правую часть локализованную функцию представить каноническим образом, то есть представить в виде оператора масла на вертикальной плаганшевой плоскости. Х равного си, а в любое. Будем так вертикальной локализованной плоскости, лянда 0. Затем надо взять нулемой уровень гибридуниана, пересечь вертикальной локализованной плоскостью. Получится некоторая поверхность, вот он здесь на картинке изображен в виде операторной системе. А затем из любого уровня гибридуниана надо запускать траектории системы гибридуниана H, полутраектории, и это получится такая полубесконечная труба. И тогда ответ будет следующим образом, что решение вне окрестности источника, вне окрестности точки кси, представляется в виде канонического графа на вот этой полу бесконечной трубы гибридуниана. То есть, когда это можно сделать, в частности, есть такое требование, что, ну, понятное дело, что траектория, и про них там должны трансверсально выходить из вот этой начальной, из нулевого уровня гибридуниана, но также есть важные условия, что проекции траектории на координатное пространство должны в законечное время покидать любую ограниченную область. И как раз сейчас рассмотрим пример, когда это условия любви выполнена. И самый простейший пример такого рода, это возьмем просто квадратичный. И рассмотрим вот такую модель гибридуния. Вот эту полубесконечную трубу явно плюс, ее легко написать. Вот явные формулы, которые парагризуют эту полубесконечную трубу. Ну, а источник, точка 7, ну, для удобства возьмем ее, лежащий на оси X1, и пусть она имеет артенанты минус А0, где А положительный. То есть источник лежит в левой глухолоскости, на оси X1. Тогда что мы видим? Мы видим, что здесь появляется при нулевой энергии, если Q равно 0, то у нас есть особая траектория, вот там внизу написано, которая за всей траектории проекции на координатное пространство, то есть лучи, они выходят из источника, и есть один луч, который с начала координат идет в бесконечное время. В бесконечное время источник минус А0 приходит в точку М0. Вот, например, лучи нарисовать для разных энергий. Например, если энергия отрицательная, вот это левая картинка, то есть все лучи выходят из точки минус А0, и энергии недостаточно, ну, как такая физическая практика, что есть некоторое силовое поле, и частицы с малой энергии, они все этим полем сносятся влево. Если энергии достаточно, вот если не положительно, то все эти лучи, они заполняют всю плоскость. Если энергия равна 0, то семейство лучей есть огибающие, они тоже, почти все лучи входят влево на бесконечность, но есть, если она особая, если у нас тоже луч, в которой бесконечное время шли выточниками, то начало координат. Да, это можно себе чуть-чуть удобно нарисовать просто в трехмерном пространстве X1, V1, V2, тогда все наши траектории в проекции на такое трехмерное пространство, они должны лежать, во-первых, на нулевом уровне гамильтиняна, то есть они должны лежать либо на полосном гиперболоиде, либо на полосном, либо на полосе, в зависимости от всех мерок. Ну и плюс еще, поскольку у нас гамильтинян независимо от X2, то есть интеграл V2. Соответственно, траектория в этой проекции это тщение обмитрия. Вот с этих гамильтиняна фонуса вот с костями это два равных конца. И вот мы видим, что при нулевой энергии у нас есть траектория, которая на бесконечное время идет вершине конуса. Вот он тут опубликованно рисован на среднем карте. Тут скажу пару слов про не особый случай, когда у нас энергия либо положительная, если энергия положительная, то, как мы видели, лучи заполняются. Наша лагранжевая полубосконечная губаль имеет явную форматизацию, и тут явно видим мы можем чаще нам нужно написать. мы знаем явный вид ефигиан проекция лямбда плюс на иксы. Вот он не обращается в ноль при положительных тэнках. В явном виде можно писать действия на лагранжевой поверхности и решение ввести вне ответности их сточника представляется в виде ПКП фазы S амплитуда это просто кульнее преобразование вот этого локализованной функции амплитуда уравнения переноса просто устроена амплитуда переносится к некоторым постоянной реакторией. Вот и единственное что здесь неявным неявным где находится это надо одну из картинав угол на начальной окружности нужно выразить через иксы. Вот у нас одно процент уравнения которое мы можем жить по-моему это все с амплитуда явно не допишется. Если энергия отрицательна то как мы видели семейство лучей есть огибающая хаустика тоже все явно не перепишется да вот как раз Анна Валерьевна сегодня рассказывала как в таком случае написать асинтотику которая будет равномерно работать в окрестности порядка один в окрестности каустики. асинтотика пишется в виде кумуса эри ее произвольной аргументы кумуса эри находятся следующим образом нужно взять на двух листах на ганджевой поверхности найти действия с1 и 2 взять полусумму и разность 2 3 вот эти функции они хорошие они уже гладко продолжаются за хаус тихо то есть они продолжаются до гладких принцов от x и эти функции нужно поставить в аргументы функции эри эта асинтотика она будет работать везде во всей плоскости за исключением окрестности источник ну вот здесь мы как раз видим графики вещественной части решения когда в правой части уравнения встает гаусс экспонент вот увидим в случае отрицательной энергии малевой энергии и положительной энергии вот в случае положительной энергии решение оно заполняет всю плоскость в случае отрицательной энергии решение лежит в левой полублоскости а в случае нулевой энергии мы видим что есть небольшая часть решения которая прорывается из левой полублоскости у нас кажется что это область тени там проекция там нет проекции в левой мегаобразии в плоскости но тем не менее мы можем описать тем не менее там есть все-таки решение и оно не очень маленькое можем написать вот вот мы видим что если энергия мега то наше лагранжевое многообразие оно становится особым вот оно нарисовано в проекции X1 X2 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 есть особенность где особой точкой в этой проекции оно выглядит как с крещеной колбак ну и это особое многообразие можно написать в явном виде тут тоже есть хорошая формализация с помощью координат A большое и B большое достаточно простая формализация и вот мы видим что она такая похожа на рациональную но только есть в одном месте множитель алгоритм алгоритм который дает особенности вот действия можно написать тоже вы будете держать алгоритмическое всплакаемое ну и значит как будем еще пару слов я хотел сказать что особенность такого рода такая особая гранжа многообразия она появлялась в книжке Арнольда особенности волновых фронтов значит в связи с чем она там появлялась в связи с решениями системы систем диплом значит там вот такой глиня такая гранжевая поверхность она являлась некоторым модельным некоторым таким каноническим модельным случаем вот и там доказано что эта особенность в случае систем она является устойчивой если у нас есть система уравнений то с терпением эффициентов эта особенность не пропадет у нас задача скалярная и мы видели что мы как раз видели что возмущением энергии это особенность ее можно убрать в скалярном случае она как раз и не не общего положения но тем не менее все равно мы на самом деле стартовали мы решали удачу двумерную программу милиции вот и уравнений милиции графини и там как раз появляется очень такой же милиционер и там пока не доделал выдача она гораздо сложнее мы решили начать со скалярного случая разобраться сначала с скалярного если в правой части стоит галки то тогда решение задачи можно написать в явном виде просто в виде интеграла используя принцип у нас стоит в правой части локализованная функция если мы введем время то мы можем свести эту задачу к задаче каши ответ это будет интеграл нашей найденной функции и от нуля бесконечности и ответ который мы получим он будет удовлетворять принципу предельного поглощения то есть это не какое решение это вот такое решение которое существует единственное и в явном виде мы можем написать если правой части поставим гауссовую экспоненту то используя метод комплексного ростка можно в явном виде построить решение вот эта функция фи она находится в виде экспоненты с комплексной фазой тоже совершенно явные формулы а затем осталось это проинтегрировать от 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 бесконечности и вот такой однократный интеграл это точное решение и оно выставляет предельного поглощения то есть если мы в уравнении добавим минус июн июн положительно то будет существовать решение единственное и потом минус июн это будет как раз наше решение ну а раз мы умеем строить явное решение для гауссовой экспоненты в правой части значит мы можем взять и построить дельтообразное семейство в правой части дельтообразного семейства мы умеем писать решение а значит мы можем придя к пределу построить и просто фундаментальные решения в виде однократного интеграла по Т вот ровно этому и делали и получится вот это фундаментальное решение довольно простой витами ну а если у нас в правой части стоит какая-то произвольная функция то мы берем его стройку с фундаментальным решением и получаем интеграл 6 который стоит внизу ну и вот дальше мы как раз вся основная работа она начала в том чтобы написать ассильтотику этого интеграла 6 в правой плодоплоскости в обновлении теней ну например можем в качестве в том части взять опять-таки гауссовый экспонент но только такую растянутую и повернутую с разными полуосями например если мы возьмем здесь у нас источник он вытянут отрицательная энергия и источник вытянут вдоль оси x1 а потом мы выворачиваем на и на 8 и на полу вот мы видим что форма волны будет это нулевая тоже вытянут источник на третьей картине мы его поворачиваем на 8 и на полу вот видим что при таком повороте эта волна которая в правой плоскости она в себе уменьшается а это положительная энергия тоже источник и мы его два раза тоже мы видим что волна амплитуда в правой части она зависит от амплитуда в правой полу плоскости она будет зависеть от того под каким углом расположен вот этот источник так ну и вот осимточку вот этого интеграла мы в правой плоскости вычислили значит как она устроена во-первых это асимптотика это псевдо асимптотика то есть это разложение по степеням h и логарифм h ну и вот тут написан старший член этой асимптотики значит во-первых к счастью удалось написать прямо асимптотику равномерную по x2 равномерную по вертикальной переменной вот значит что здесь происходит значит порядок этой волны в правой плоскости он в поре из логарифма h раз меньше чем волна в левой полуплоскости то есть он поменьше чем в левой полуплоскости дальше мы видим что решение будет остылировать вдоль оси x1 и ширина его будет и она будет локализована в окрестности оси x1 и ширина локализации будет порядка корей мизаж логарифм h вот за локализацию будут отвечать в этих два последних порт экспонент еще давно вот а начальное влияние начального условия здесь влияние правой части выражается только в одном положительном в слое как в ноль то есть преобразование правой части на том импульсе который соответствует инструктору особому мучу ну и это вот такое псевдо синтетическое вложение по степеням h логарифм h вот чтобы эта формула заработала надо брать довольно маленький h потому что относительная погрешность она порядка логарифма вот то есть вот мы видим графики вещественной части решения при x1 равном 0 2 и вот как функция от x2 то есть такой срез вот этого особого луча и вот мы видим чтобы асимплотика заработала надо брать h порядка 10 минус 5 или 10 минус 9 за счет того что относительная погрешность она порядка логарифма вот да ну и пару слов о том с какими техническими трудностями пришлось столкнуться чтобы оценить чтобы написать вот такую асимптотику вот ну вот формулы для решения в нижней строчке s0 это фаза выглядит вот таким образом значит фаза она убывает как 1 на t значит она 1 на t с коэффициентом который зависит от x2 вот вертикальной переменной плюс гиперболический катангенс и вот как бы тут трудность заключала в том чтобы как вот эти два слагаемых фазе они между собой конкурируют если x2 какая-то константа не нулевая то все просто вот этот вот гиперболический катангенс он особенно на что не влияет у этого интеграла кажется что это вообще с 0 это монотонная функция что у статс-точек таких нету но на самом деле тут статс-точек на бесконечности находится вот и плюс еще у амплитуды есть особенность бесконечности то есть тут такой довольно дипринтеграл со статс-точек на бесконечности и еще с особенностями бесконечности но тем не менее у него прям удалось написать равномерную 8-точку по x2 так ну и теперь пару слов о том как еще другим способом можно было бы написать фундаментальное решение можно было действовать стандартным способом а именно вот если мы возьмем одномерное уравнение генгольца значит когда у нас x одномерной переменной в правой части стоит дельта функция тогда мы можем стандартным как сиди-колов делается можем просто взять базис пространственных решений это будут две параболические предприятия с параболического цилиндра и из них мы можем изготовить фундаментальное решение функция которая у которой было так чтобы у ее производной был заданный скачок вот значит если у нас да а потом функции параболических цилиндров мы знаем все асимптотики мы можем любую асимптотику у нее написать значит теперь если у нас уравнение гуне то мы сделаем преобразование курие поиска получим одномерную задачу у нее напишем предыдущим методом фундаментальное решение и потом возьмем обратное преобразование курие вот и получим ну и да стал взять обратное преобразование курие и получим вот такую формулу для удального решения да вот и теперь значит вот у нас есть как бы два способа значит как-то связано с тем что мы до этого делали а мы написали решение в виде однократного интеграла то есть на самом деле мы произведение функции параболического цилиндра записали в виде однократного интеграла по парам это как бы довольно известные формулы они называются формулы типа Ниглсона вот для функции параболического цилиндра они были получены относительно недавно в 2015 году вот те формулы которые у нас получаются как-то у нас получились это как-бы они находятся на границе применимости то есть все теоремы они покрывают ну это вот вот такой почему псевдокс 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 потому что по степеням там по-моему у бы члена были корни пейзаж а так что было именно по степеням мы взяли то что было мне казалось что тем более что студенты там есть понятия есть понятия есть понятия может сейчас это погодить если осталось меньше чем то что я знаю что это уже происходит а там ассинтоники что дальше что там если дальше что там нет уже выгонит может следующий степень нет ну степень алгоритм можно увеличить да берите нужный старый степень а тогда это признать того что надо ряд алгоритм сумеет просто сколько ряд алгоритма тоже нам отход алгоритм очень хорошо народ недавно а еще вопрос все-таки зачем вам говорили про правую часть фундаментальное решение или я неправильно говорю фундаментальное решение без всякой гауссовской части сразу получается как-то можно без этого я просто ответнообразно понятен ну вы имеете фундаментальное решение вы можете вообще все получить на самом деле это не всегда так а что фундаментальное решение это если вы берете какой-то конкретный источник это еще много интеграл то что Что-то такое, еще не факт, что-то всегда не будет ответа, когда-то есть, когда-то нет. Вот кроме того, вот картинки показывал Антон, что на самом деле, что дает нументальное решение. Проты такие же, конечно, как у Казов. Но амплитуда, она очень, может быть, сильно зависит от того, какой вы берете проучение. То есть на самом деле нументальное решение, оно амплитуду источника понимает, совершенно не принимает. Это очень простое. Что нужно сделать? Нужно взять вот это вот многообразие, которое мы вертикально пересечь его с X вузовом оператора, с специального, который вы берете там X равно X, получается нечто вроде там окружности, еще что-то впускать в траекторию. На этом многообразии вы сужаете преобразование в приятной части. И вот, знаешь, типа траектории. Когда вы ответ пишете, есть, ну там надо еще много, но если добавить какие-то. Да, так он очень естественно. То есть можно так устроить источник, когда он превратил, и там у тебя находит какой-то кучи, куда-то он ходит, и что-то доходит, а что-то не доходит. Ну вот, а если делать это, то он еще, вот, секретно, да, вот это. А вот это, а потом они подходят к делу. Здесь вот такое вот, на самом деле, есть изображение. Вот, ну, кроме того, Антон, ну это не его, как вы говорите, маник Аша, на самом деле, как вот мы там смотрели, много разных заданий. Они, конечно, тоже проявляются. Да, там, в слове типа сокращений, еще чего-то, их очень трудно. То есть это вообще, ну можно всю жизнь, да, и, ну, собственно, сображение, которое в нашей работе, ну, мы строили там, и в другой, и вологии, на записке. Что, значит, просто давайте считать, что вот мы ответ просто представляем, и интеграм, и вот он сходится. Ну, правильно, ну, вот это вот и есть ответ. Да, значит, есть много, и, ну, трудно сказать, это все. Вот, кстати, вот там, через два условия в обеда, вот так, когда, а это и есть. Вот так вот. А когда его нет, ну, это предмет, так же. Вот не все траектории уходят на дискотечную сторону. Там, 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 и, конечно, это просто нет. Но это, на самом деле, за зайцем, не говорили со скромниками. И риск, к химикам. Я думаю, что там все это было. Третьюideo. Как я делаю? Как я делаю так? Это вот так. И природа нет. То есть как я делаю, но здесь я делаю все. Вот тут, это было условие. Вот так. Если вы помните, то это еще не раньше. Не раньше. Даже в воздухе. Конечно, при любой источнике берем. На самом деле, все-таки большой школьник. Вот это алгоритм. Берешь и делай так. Но он будет ловить. А вот когда нет, например, к этому. И сколько синтруческий метод, саппад, 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 саппад. Да, в принципе, не было. Нет, ну тут надо было, чтобы установить еще работу гейлера. Там Василия Крайловича. И вот там, в основном, уже кирилл. Там какой способ? Берешь, склеиваешь. А здесь уже склеено. Документы талона хорошее. Но здесь, в основном, уже не нужно. Вот дальше. Ну, еще. Давайте, разговариваем. Прошлите. Может, я еще хочу сказать, что это интересное. Вот это наш мегаритмаш. Вот это Вилья Берем и Сержева. Есть там книжки. такими задачами тоже связаны получить здесь одинаковые степи это x2 произвольно меняется то есть если 2 равно 0 по самому особо получаем то вот ну то есть в платном почтении присутствует на логарифм это чему бы ему нибудь восстанавливать почему все могут жить так как жизнь так как жизнь так как жизнь так что вот на месте там он горит это просто аналогия я чувствую тема он должен гореть я чувствую что по целому почтам у нас дальше начинать ситуацию Эксел, еще вы говорите, как хитро загадывается, кофициально, причем как-то названная обмога. Вы знаете, шутка там как-то. Понятно? Слово. Это так и неспользим, действительно круто, потому что раньше Антон говорил, что вот, ну, работу, ну, как бы, даже раз рассказывал, раньше не мог хватать свадьбу, а на самом деле у меня три месяца в форму проводили, так как-то, в разметку, и еще все такое. И сейчас, говорит, она совершенно не такая неочевидная. Да. Так, вы понимаете. Придется, Радостов. Спасибо, да. Спасибо. Спасибо.